Ключи в новую жизнь. 22 октября в торжественной обстановке девушки и юноши, оставшиеся без попечения родителей, получили квартиры в новом доме по улице Победы в поселке Афипском. Радость новоселья пришли разделить почетные гости. Что можно пожелать новоселам? Только здоровья и счастья, благополучия и успехов, чтобы в этих квартирах всегда царил достаток, тепло, уют, взаимопонимание, чтобы каждый из вас приобрел свое счастье, чтобы рождались дети, чтобы в дальнейшей жизни у вас была возможность более расширяться, расширяться и расширяться. Но на самом деле строители постарались, мы тоже приложили немало усилий, чтобы вам было комфортно. Именно комфортно. Поэтому поздравляю вас. С новосельем молодых людей поздравили глава Афипского городского поселения Юрий Коваленко и настоятель Свято-Георгиевского храма поселка Афипского протеерей Андрей Бятиц. Наш поселок лучший поселок Краснодарского края. И вы должны гордиться вот тем местом, где вы будете жить долгие годы. И сегодня государство сделало такой добрый, дорогостоящий подарок, вручив вам собственные квартиры. Это многого стоит. Счастья вам, благополучной жизни, удачи, ну и радостью жизни. С праздником вас, дорогие друзья. Мы рады, жители поселка Афипского, рады тому, что вы станете рядом с нами и будете вместе с нами радоваться, сопереживать вместе с нами, трудиться вместе с нами, жить рядом с нами. Мы очень вас всех любим. И надеемся и от вас увидеть то же самое. Храни вас Господь. Кульминацией праздника, безусловно, стало вручение ключей от новых квартир – 12 ребятам, которые находятся под особой заботой государства. Новое комфортное жилье приобретено благодаря краевой госпрограмме «Дети Кубани». Ответное слово от имени новоселов, которые получили квартиры в 2018 году, произнесла Екатерина Тутукина. Год назад я получила квартиру. Все это время я стараюсь в соответствии с тем пожеланиям и напутствием, которые вы, Адам Шахметович, пожелали нам вручить ключи. Мы учимся быть ответственными, строим свой быт и свою судьбу в целом. Вас, дорогие новоселы, я хочу искренне поздравить. И если вам нужна будет помощь, то мои бери для вас всегда открыты. Каждый из присутствующих обратился к счастливым обладателям новых квартир, пожелав молодежи создавать в своих домах крепкие семьи, хранить в них уют и тепло. А также поблагодарили Краевую администрацию, строителей и всех, кто принимал участие в строительстве дома. Хочу от имени родителей и детей поблагодарить губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича, а также главу Северского района Адама Шахметовича и всех причастных, помощи в построении квартир, за такие прекрасные квартиры. Желаю детям нашим и надеюсь, что наши дети будут беречь жилье, данное им. Ценить труд всех тех, кто помог и приобрести им дом, свой дом. Желаю вам мира и процветания, добра, счастья. Еще раз спасибо. Вы знаете, благодарности никогда не бывает мало. И то, что говорили за губернатора, вы знаете, это человек, который на то уместен, на котором должен быть. Общаясь с людьми из многих регионов, делаешь выводы, что Краснодарский край настолько уделяет внимание именно детям, настолько человек в роли нашего губернатора ведет программу в этом направлении, что он низко кланяется. После торжественного перерезания ленты новоселы пригласили почетных гостей в свои квартиры для чаепития. Здесь уже все готово для переезда. Отделка под ключ, установлена сантехника, подключены коммуникации. Теперь молодежи остается перевезти в новые дома необходимую мебель и смело заселяться. Я очень счастлива. Мне очень нравится квартира. И вообще у меня очень буря эмоций. Я очень хотела жилье, и оно дается не каждому. И желаю, чтобы всем моим соседям было уютно, хорошо жить вместе, дружно, большой семьей. Но поблагодарить я хочу, как и все, администрацию, Джерима. А эмоции, ну как, это твое жилье. Это то место, куда ты будешь возвращаться. Это то, куда тебе есть, к чему вернуться. Это очень большая ответственность. И все это прекрасно понимают. И радостные эмоции, веселые, позитивные. Просто я теперь понимаю, что есть свое жилье. Эмоциям нет предела, если честно. И хочется сказать всем большое спасибо. Своим бабушке, дедушке. Я не знаю, это самые родные люди для меня. Просто я их очень люблю. И всем главам спасибо. Просто спасибо за такую возможность. И я думаю, это просто шикарно просто. Просто спасибо всем. После праздника новоиспеченные жильцы еще долго не расходились. Ребята фотографировались, делились друг с другом впечатлениями и рассказывали о своих дизайнерских идеях по благоустройству новеньких квартир. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадио компания «Атаман», поселок Афибский. Едкий запах серой кошачьих фекалий поселился в домах Северского района. Жители бьют тревогу. Отвратительный запах стоит в воздухе и пропитал все дома и квартиры. Вот уже две недели рано утром его очищают жители поселка Афибский. К обеду ядовитое облако доходит до станицы Северской, Азовской, поселка Ильский и Черноморский. К главе района обратились десятки людей. В социальной сети просто взорвали сообщения о отвратительном запахе. Люди связывают с ним плохое самочувствие, головокружение, слабость, приступ аллергии. Люди боятся за жизнь и здоровье. Многие говорят о человеческом геноциде. Обвинения звучат в адрес работы Афибского нефтеперерабатывающего завода. В администрации района прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тема заседания – деятельность Афибского НПЗ. По данным Роспотребнадзора, количество вредных веществ, поступающих в атмосферу на территории Северского района, за последние дни превысило установленные нормы. По результатам исследования в воздухе было обнаружено превышение ПДК по бензину в два раза. Там в двух точках был отбор проб. Бензин был по улице Пушкина в 63 был в два раза превышен, то есть в 1,7, а по жилой застройке по улице Ленина в два раза. Бензин и сероводород в 4,1 раз в жилой застройке по улице Ленина. На следующий день утром проводились повторные замеры в поселке Афибском, хотя жалобы постоянно в течение суток поступали. Утром провели замеры в поселке Афибском и в станице Северское. Превышение ПДК не было обнаружено. Почему мы думаем на поселок Афибский, то есть на ООО Афибский НПЗ все-таки, что в технологическом процессе это единственное предприятие, у которого в производственном цикле имеется получение такого газа, как сероводород, который обнаружен в пробах воздуха. Данная ситуация ранее не наблюдалась, вот Афибского все-таки НПЗ не один год, то есть на протяжении новых лет никаких нестандартных ситуаций не было, но почему-то вот в этом году, начиная с августа месяца, периодически, поступало сейчас в базовых, там единичные случаи были, жалобы обращались, мы проверяли, в пределах ПДК не было. А вот эти два случая, когда масса 11 сентября и 20 октября, получается, около месяца в интервале, произошли такие ситуации чрезвычайные, потому что к этой ситуации нельзя относиться поверхностно в связи с тем, что все-таки сероводород это токсический яд, который относится к третьей группе патогенности. Он вызывает, при постоянном дыхании этого воздуха с содержанием сероводорода, вызывает хронические отравления людей. Второе, у него неприятное, то, что в процессе его вдыхания он парализует нервное окончание опонятельных нервов, передача, значит, ощущения дыхающего воздуха, что человек в последствии может не определить, что он вдыхает воздух с содержанием сероводорода, и это приводит к хроническому отравлению. И если человек находится в помещении или на улице, где превышает ПДК в значительной степени, то это приводит к различным заболеваниям, в том числе к заболеванию легким, отеку легкому, летальному исходу. На Афибском нефтезаводе отрицают свою причастность к источникам неприятных запахов. Руководители завода заявляют, что работают в соответствии с нормами экологического законодательства. Вы все в курсе, что мы два года назад запустили установку КУФПМВГ, это установка вторичной переработки воздуха и трубки вакуумных газов. Она у нас достаточно успешно отработала, после стройки два года она отработала, сейчас у нее плановый ремонт. То есть любое оборудование у нас становится согласно плановых ремонтах. На текущий момент завод у нас находится на плановой производительности, две установки у нас на режиме. Мы как работали, так и работаем, ничего не происходило, ничего не останавливалось, ничего никуда не выбрасывалось. А установка КУФПМВГ, она планов была остановлена. Что для этого делается? Установка останавливается власть технологического регламента, с понижением температуры, с прокачкой вязких продуктов прокачанными продуктами. Все аппараты освобождаются по схемам заглубленного дренирования. И схема заглубленного дренирования все откачивается в резюварные парки, как кондиционный или инновационный продукт. То есть эта схема вся выполнялась и была сделана. После того, как аппарат полностью охлажден и освобожден от нефтепродуктов, вы понимаете, что если вы нефтепродукт сольете где-то, все равно он где-то останется на стенах. Есть такая ситуация. Дальше по технологии подготовления идет его подготовка. Подготовка связана с пропаркой этого оборудования. Я вам скажу, что ничего особо не поменялось. Есть именно пропарка. Вот эта пропарка, она межштабно по времени подгонялась под экологическую обстановку. У нас было предупреждение номер 15 по НМУ. Оно проходило, я могу сейчас поднять, было там 17-18 числа вечернее ночное время. 19 числа НМУ не было объявлено. В этот момент подготовился и мы запарили аппарат. Все. Пропарка у нас пошла штатная. Вот то, что вы видите, приезжая мимо скалон, аппаратов допустим наверху, это называется свечек. Идет нормально чистый пар. И чем больше его идет, тем быстрее аппарат готовится. Вот этот пар, он идет сверху, рассеивается. Да, изначально может быть какой-то запах есть. Но это не предельно допустимые концентрации. Они не опасны для жизни, здоровья. Потому что это происходит практически... Мы парили всего сутки. Пропарка на текущий момент вся закончена. Мы сейчас уже двое суток проводим плановый ремонт. Люди, которые готовили эти аппараты, даже в тот момент, когда был начало парапарки, все находились на территории установки, работали без средств защиты, потому что мы даже в тот момент находились там. Ничего там такого. Я поэтому говорю, что ничего там такого у нас не было критично. Это штатная работа нефтепеработчиков. Что касается наших реагирований по первому обращению. Это было 20-го числа вечер. Дежурный НДС позвонил нашему диспетчеру и сказал, что есть жалобы от населения. Диспетчер сразу вызвал госпасательный отряд. Они объехали основную площадку завода, промерили анализы, посмотрели. Они не обнаружили там ни северного дорода, ни северного дорода. То есть сам кривор штатный, он показал 0%. После этого звонки пошли дополнительно. В общем, мы надеспечили постоянно звонки. Он записывает, кто звонит, фамилия, отчество, адрес. По этому адресу мы отправили в экологическую лабораторию нашу. У нас есть экологическая лаборатория, которая постоянно мониторит санитарно-защитную зону нашего предприятия с 2002 года. По текущий год. Мы за это время провели практически 78 тысяч анализов состояния воздушной среды. И у нас там никаких превышений по санитарно-защитной зоне не обнаружено. По обращению граждан, мы, значит, в момент 20-го числа отправили в лабораторию. Они выехали адресно, подъезжали к какому-то месту дома, проводили там анализы, тоже ничего не обнаружили. Сегодня в ночь и утром еще были звонки. Они у меня все записаны здесь. По ним мы сегодня также отправили оперативно. Без ветра, к сожалению, оно сохранилось. Проехали, померили, они тоже там ничего не нашли. Сейчас обрабатываются результаты замеров. Говорю, что никаких ЧАЭС в заводе за последнее время не было. Участники совещания смогли задать вопросы к представителю Афибского НПЗ. Конечно, если бы ваш ответ, ваш доклад сегодня услышали бы жители поселка Афибского, которые возмущены до предельной нормы терпения, они бы, конечно, ваш ответ не приняли. Но, во-первых, вы сейчас просто подвергли сомнению те анализные пробы, результаты, которые провел Роспотребнадзор. Это первое. Второе. Вопрос лично к вам. С 20-го числа, как житель поселка Афибского, могу вас заверить на 100%, запах в вечернее время, невыносим для жителей поселка Афибского. Равно, как и в утренние часы, так же на территории поселка Афибского. Это первое. У меня вопрос к вам. Вы лично выезжали в вечерние часы, начиная от улицы Шасцены, заканчивая улицей Победы, чтобы действительно проверить собственно, лично, что происходит с атмосферными явлениями. Вечером я не по как-то Афибскому, но я вечером выезжаю само до проведения 8 часов вечера. Я вижу установку на ремонте, проверяю, как работает персонал. Понимаете, вот ваш ответ сегодня сейчас, но совершенно меня, как жителя поселка Афибского, не устраивает. Потому что, живя там, я ощущаю это на себе, ощущаю члены моей семьи, те родители, которые ведут, забирают детей из детского сада вечером, либо ведут с утра утром. Понимаете? То есть, просто так весь поселок не может говорить одно и то же. То есть, сегодня такого выбросов в атмосферу, непонятного для людей, запахов, не было никогда. Был шква звонков со стороны жителей Ильского. Мало того, я живу в самой южной крайней точке Ильского, все понимают, ближе к Новороссийскому. Запах был невыносимый. То есть, дышать мне, взрослому человеку, было невозможно. Я представляю, что было с детьми, с пожилыми людьми. И сказать, что это ПДК не было выше нормы, какая тогда норма в вашем ПДК, позвольте себе спросить. Рядовые поездки в сторону Краснодара, проезжают только баки, не надо открывать даже окна автомобиля, сразу слышно запах серы. И я думаю, что я не ошибусь, и коллеги подтвердят. Говорю, вот, сейчас проедите, сейчас у вас будет запах серы на трассе, на федеральной. Чтобы прояснить ситуацию на данный момент, специалисты Роспотребнадзора привели последние данные проб воздуха в поселке Афибске. 22 октября, 19.00, сероводород. При норме 0,08, показатель единица. Так, это одна точка. Эта точка, сейчас скажу. Направление вверх, пожалуйста. Первая. Первая точка. Пересечение улицы Андреева и Краснодарской. Первая точка, она ближе, как раз, получается, к Замуду, по прямой. Вторая точка. Так, улица Гоголя, 11А. Тоже единица. 1,5. Сероводород. Превышение. Третья точка. Гоголя, 11А. Так, нет. Пушкина, 111. Пушкина, 30, 111. 0,35. Четвертая точка. Улица Школьная, 51. 3,22. 3,22? 3,22? Да. А направление вверх, пожалуйста. А, ну вот, 0,08. 2,08. Напомним, что Афибский НПЗ приступил к выпуску нового вида продукции – газовой серы. Она представляет серьезную угрозу для здоровья. И на самом деле технология устранения запахов химического производства способна избавить от едкого запаха. На предприятиях по производству газовой серы устанавливаются фильтры. Но для этого необходимо еще и изменение конструкции проектов. Может быть, именно поэтому Афибский НПЗ отрицает свою причастность к подобным химическим выбросам. Большие денежные вливания, видимо, не входят в планы собственников завода. Совещание с субъектами малого бизнеса состоялось в зале районной администрации. Главный вопрос повестки дня – как определить подлинность, а значит и платежеспособность денежных знаков Банка России. По данным статистики, количество фальшивых купюр в Краснодарском крае увеличилось. За 9 месяцев 2019 года на территории Краснодарского края было выявлено 1078 подлинных денежных знаков. Из них 50 рублей 2 штуки, 100 рублей 7 штук, 500 рублей 138 банкнот, 1000 рублей 285 и 5000 рублей 567. И выявляются уже банкноты 2000 рублей номиналом, их было выявлено 79 штук. В отличие от такого же периода 2018 года, количество подлинных денежных знаков увеличилось на 300 единиц. Часть банкнот уже фактически вышла из обращения. Это касается бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей. Такие деньги уже стали настоящей редкостью, ведь срок их жизни составляет всего 6 месяцев. Использовать денежные знаки дольше не получается. Купюры становятся ветхими и рвутся. Именно поэтому мошенникам выгодно подделать крупные суммы номиналом 2000 и 5000 рублей. Но, конечно, наиболее выявляемые и интересуют фальшиво монетчиков – это банкноты номиналом 5000 рублей и 1000 рублей. Они выявляются органами внутренних дел и Южным главным управлением Банка России, кредитными организациями. Вся эта информация у нас анализируется и передается в Банк России. Распознать фальшивку не так просто, особенно если она высокого качества. Настоящая купюра имеет несколько степеней защиты. Печатается на специальной бумаге с сетчатой структурой. Подделка, напротив, изготавливается при помощи струйной печати и визуально менее привлекательно. Двигаете ее вверх-вниз, вот как я, допустим, показывала, и вы видите, что на защитной ните, допустим, на радужной ните номиналом 500 рублей появляется изображение текста. Цифры 500 и плюс ромб. То же самое происходит на номинале 1000 рублей, а если взять банкноту номиналом 5000 рублей, вы увидите цифры, которые двигаются, они с генетическим эффектом. Сбыть подделку проще всего там, где нет специальных устройств для ее выявления. Например, на рынке. В крупных сетевых магазинах это сделать сложнее. Там купюры проверяют ультрафиолетовым излучением. В любом случае, потребителям следует быть внимательными не только к товарам, но и к содержимому своего кошелька. С 20 на 21 октября в станице Северской сгорел частный дом. Пожар произошел около двух часов ночи в доме семьи Курбановых, расположенном по адресу улица Вокзальная, дом 17. В момент возгорания хозяйка дома Ирина Курбанова находилась в доме одна с тремя детьми, поскольку супруг был в командировке. Чудом вовремя проснулась и увидела в окно огненную стену. Как признается женщина, еще немного и семья могла угореть от едкого дыма. Загорелась проводка во дворе. Огонь перекинулся на сайдинг и диван возле стены, а далее перебросился на крышу. То есть огонь ушел плавно под крышу, а там у нас получается все деревянная мансарда, вся утеплитель и везде по бокам, то есть под полами. Соответственно, все начало гореть из-под крыши. А что внутри крыши, это все. Все начало падать в комнаты и все горело просто. Все института замкнуло, автоматика сработала в доме. Она хорошая. И получается, она возгорание пошло по этому пластику наверх. Ситуация тяжелая. Сгорело все имущество. Дом супруги строили своими силами в течение нескольких лет. Теперь вынуждены жить у родственников. В семье трое несовершеннолетних детей – 9, 11 и 14 лет. Несмотря на горе, дом семья продавать не собирается. Ресам Курбанов планируют со временем восстановить разрушенное. Правда, на это уйдет немало времени, сил и средств. В первую очередь, необходимы строим материалы. Все неравнодушные граждане могут помочь семье Курбановых. Телефон для связи и помощи – 8-989-292-1310 и 8-989-815-3390. Номера телефонов, привязанных банковским картам. Утром 22 октября в станице Северской произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле стадиона «Олимп» столкнулись два легковых автомобиля марки «Митсубиси». В результате аварии одна из машин перевернулась. К счастью, жертв удалось избежать. Участники инцидента самостоятельно без уполномоченных сотрудников полиции оформили ДТП в рамках Европротокола. Сотрудники отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения по Северскому району комментировать происшествие отказались. Оль, а давай материнский капитал обналичим? Машину поновее возьмем, на юга сгоняем. Гриш, эти юга будут на Севере, на лесопогрузчике поновее. Сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать, передать или обменять. Это незаконно. Любой, кто пытается это сделать, включая владельца, становится соучастником мошенничества. Направьте материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмем. Угу. Дети, это счастье? Счастье? Много не бывает. Много не бывает. Не опасно. Много не бывает. Много не важны. Субтитры подогнал «Симон»